Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рейдж, всё как всегда. И как вы поняли по названию ролика, это опять обзор обновления. Прошлое обновление я записал через 20 дней после его выхода. Это обновление я записываю через 6 дней, как оно только вышло. Ну, почти не опоздал, не. Да, и ещё был забавный комментарий, что уже почти вышло новое обновление, Аван снимает ещё старое. Бывает. Ну что, я желаю тебе приятного просмотра, сейчас мы всё посмотрим и дадим ему какую-то оценку. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Ну что, перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод, а вон вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, по классике, сначала мы смотрим чинжлок. Это обновление достаточно небольшое, поэтому ролик, думаю, будет недлинным. Смотрим сначала чинжлок, потом всё проверяем, всё как всегда. Да, тайм-коды есть и на видео, и в описании. Перематывайтесь туда, что вам будет интересно смотреть. Знаете что, первое. Чинжлок. Что же было изменено? Добавлена новая лицензия категории А, мототехника. Информация об ответах и местоположении есть в меню помощи F10. Добавлена новая лицензия направления водным транспортом. Информация об ответах и местоположении есть в меню F10. Добавлена возможность кидать якорь на водном транспорте. Это чтобы рыбачить, так понимаем. Арендованные лодки при спущенном якоре не пропадают от КД. Понятия не имею, что это означает, но, наверное, те, кто рыбачивает на лодке, катается, наверное, знают. Добавлены новые точки бесплатных скутеров. Обновлена старая информация и изображение. Исправлены критические баг с невидимыми метками. Лутбокс, там читы, терипыры, это неинтересно. Убрана возможность ползать по земле, вот это лайк, потому что она иногда прям бесила. Исправлен баг со слетающим стилем походки. Исправлен баг с непрогрузкой стиля подходки. Исправлен кик антищита. Также оптимизируем сам телепортер, который переносит персонажа. Кстати, обновлена сейчас оптимизация. Теперь сервер работает быстрее и пропали микрофризы. Это лайк. Добавили новую и дополнительную зеленую зону работы автобусника. На работу курьера. Чтобы не падать с мота, используйте кнопку 6. Теперь в пассивном режиме невозможно достать или сменить оружие. Убраны очки ночного видения. А, что такие были, да? Понятно. С сервера полностью убран, весь контент работы в пожарном департаменте. Все, кто работал в этой работе, автоматически уволены. Найдена исправлена еще одна потенциальная причина фризов. Терри-пыры. Исправлены существенно оптимизированные метки игроков на радаре. Теперь новая фишка есть. Теперь видно, куда смотрит персонаж по метке на радаре. Теперь, если игрок в маске, его все равно видно на радаре, но очень-очень слабо. И, кстати, теперь в метке на радаре красится в цвет твоей банды. Исправлены багающиеся иконки активного щата. Нет, неисправлены, потому что только что она работала. Этот баг, вернее, работал. Добавлено огромное количество женской одежды. А что только женской? Ладно, поедем, посмотрим. Добавлен 31 мотоциклетный шлем. Это тоже посмотрим. Добавлен 40 новых масок. Тоже посмотрим. Полностью переработана система номерных знаков. Добавлена структура номера. Добавлен новый тип номеров RF-MOTO. Номера адаптированы по TF3. Структура, не структура. На своем транспорте. Везде, короче, все поменяли. И добавили кучу новых мотоциклов. Как вы знаете, я когда-то покупал мотоцикл, но он был стандартный. Они, короче, убрали все стандартные мотоциклы, которые были доступны на сервере. И добавили кастомные. 12 штук. Поэтому, ченжелок на этом заканчивается. Можно сказать, мотоциклетное такое обновление. И что, переходим к обзору. Знаешь что, вот метки обновлены. Видите, там чел смотрит. Подожди, этот в маске. Он-то в маске. Я бы сказал, его вообще нету на радаре. Типа, ладно. Я понял. Ну, короче, мы приехали в автосалон. Вернее, мотосалон. Какой автосалон? Мотосалон, где продаются мотоциклы. Он размещен на том же самом месте, где был и старый автосалон. Вот. Бля, вот почему эту херню с камхаком мне его будут пофиксить? Просто надо в 9 и опять в 9, чтобы эта вся иконка пропала. Не понимаю. Не очень ты на байкера похож. Конечно, и бомбачник. Чувак, отвечаю, это я. Я не знаю, кто там был написан, я не видел. Знаешь что, самый дорогой мотоцикл. Сколько он у нас стоит? 7,200. Это BMW M1000RR. Он едет 350 км в час. 22 литра бак. Одно место в багажнике. Ну, что, качественный такой мотоцикл. Прям охуенный. А самый дешевый сколько? 3,900. Это вот этот Ducati, да? Нифера себе даже узнал, что тут в Ducati. Не, ну вот этот прикольный. 3,900. Он тоже 350 ездит. Стоп. То есть, каждый мотоцикл едет 350. А все, что у него меняется, это внешка. То есть, кому что нравится. То есть, или траж. А нет, литраж. Не, не или траж. Некоторые есть по 22 литра. Некоторые есть по 20 литров. Харлей. Да. Кстати, Харлей тоже одно место в багажнике. Хотя могли добавить 3, типа. Всякие есть что-то. Ямахи. Ямахи. Юзеф. Р6. А что, и Р7 еще здесь даже есть. Ничего себе. Вот. Так сказал, типа, я разбираюсь, но я не разбираюсь вообще. Получается, что у нас? 2 BMW. 3 Honda. 2 Ямахи. Сузуки есть. GSX. Вот. Литровый получается. Такой. Тоже 350. Потом. 2 Ducati. MV. Я не знаю, если честно, что это за марка такая. Kawasaki, конечно же. Ниндзя. Какой еще? Бля, ну как они все сочно выглядят? Я не могу. Прям хочу взять. Вот прям не пожалею бабки, пацаны. Сейчас мы с вами возьмем... Ой, давайте возьмем бомбай, самый пуздатый, самый дорогой. Ну, конечно же. Не пожалею даже бабки. Это первый раз, когда мы в обнове посмотрим мотоцикли в тест-драйве. Ох, ебать, куда она заспаунила. Ебать, вы слышите этот звук, да? Это стандартный звук, что я его пендриваюсь. Ебать, а что он такой резкий? Короче, как я узнал буквально за пару дней вот этих. Это да, я первый, кстати, раз сел на мотик. Как я узнал за пару дней, что мотики это вообще емба, потому что они едут 350. Это как Феррари. Но так-то они едут, они мягкие, их не заносит. Ну, прям балдеж. И самое приятное, знаете, что есть на мотиках в GTA 5. Так, а поворотники есть здесь? Короче, надо было брать что-то гражданское более. Блядь, вот это я только что 50 тысяч просрал. Короче, еще я хотел сказать, что мои любимые занятия, это просто брать мотик, GTA 5. Врубать вид от первого лица, вырубать худ. Так, можно худ убрать? А почему худ не убирается? А, ясно, здесь никакие клавиши не работают. Вот просто включать вид от первого лица, чтобы работали вот эти все спидометры, тахометры. Кстати, не знаю, работают они на других мотоциклах или нет. И просто катать от первого лица. Это же так охуенно. Не знаю. Смотри, 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 как я вруливаюсь. Кстати. Врулился? А что, везде они работают? Спидометры, тахометры, тахометры. А, блядь, они везде их, чтобы не синхронизировать, взяли, просто затонировали. А нет, не везде, а Peugeot. А давай вот этот попробуем. Это что у нас? Это Ducati. Погнали, еще 50 тысяч срём. О, здесь работает. И звук второй. Ну, это такой, помедленнее, это помедленнее. Он такой, прям, ну, какой-то детский, я бы сказал. Он меньше, чем то, что мы ездили только что. Ну, короче, есть мотоциклы, на которых... Чё, он такой ржавый какой-то? Есть, короче, мотоциклы, на которых работают вот этот спидометр, тахометр. А есть, на которых не работают. На 7200 за мотик тот. Такое. Бля, вруливается охуенно. Прям вообще. Здесь незатонированное стекло, можно прижаться через шифт. Мне пиздец. Ладно. Не гоняйте, пацаны. Так, и теперь они добавили опять две категории. Это А. А вот здесь? Серьезно? Интересно, что мы будем сдавать, на мопеде или на мотике? А, и какой ещё добавили? Подожди. А, водным транспортом. Это здесь, наверное. Да. Автошкола категории А. 150К? Ладно. Хорошо, давай. А, кнопкой заводить... Вообще-то запускать. На 4. Ну, кнопкой открыть меню F3. Какая кнопка включать не падает с мота? 6. Бля, я же не падать с мота мог нажать. Отдать на проверку. Всё, пока. Экзамен будет. Пристегните ремень. Заведите двигатель, нажав кнопку 4. И двигайтесь по заданному маршруту. Ваш экзамен начался. Блядь. Вы не будете падать с мота. Има он резкий вот этот. Ебать, он... Видели, он уже дымился. Ебать, он валит. От первого лица. О, работает охуенно. Блядь. Не, лучше так не делать. Смотри, 150. 170. 190. 220. 240. 250. 270. Мне кажется, я сейчас сдохну и не сдам. Пока. Он покупает себе всяких мерседесов. Блядь, штраф пришёл. А, кстати, вот так выглядят номера. На гатоциклах. А, это ещё специально для меня выдали ААА на 77-м регионе, да? Ну, вернее, не ААА. ААА просто. 2А. Ебать, он валит. Да капец. Что-то хочу мотик. Только на 2 ляма ничего не купишь. Велосипед. Которого нет. Не, ну, это же охуенно ехать просто по городу от первого лица. Заебись. За имбирь. Типа, вот эта автошкола 350 на мотоцикле, блядь. Не то, что в жизни. Змейка, не змейка. Горка, не горка. Молодец, тебе выдали новую лицензию. Там написано, вы сдали успешные все экзамены, да? Или все права? Что-то не понял. Знаешь, что на мотоцикле мы сдали. Поехали, попросим у кого-то мотик. И поедем на ЭКХ. И я покажу, по чем же стоят номера. Так, пацаны, я нарыл мотоцикл. Ох, ебать, самый жирный, самый мощный. Кстати, я смогу посмотреть вообще стоимость номеров на него? Попробуй. Блядь, чего? То есть, вы хотите сказать, на тест-драйве у меня не работал этот мотик. Именно спидометр, да? А здесь он уже работает. И он еще голографический такой, охуенный. Принято хометр. Ебать, он до 16 тысяч крутится. Еее. Кстати, да, этот 1000 РР БМВ. Он не такой валящий, кстати, как Дукатя предыдущий. Он, может, на больших оборотах едет. Именно на больших скоростях он раздувается. Но Дукатя прям в начале прям нормально. Я буду сейчас очень сильно надеяться, что я смогу посмотреть. Номера на него. Сука. Сколько там стоит, например, полублаты, фуллблаты и обычные такие, рандом? Все семерки. Ау? Пять лямов. Ау, это получается полублат, да? А если какие-то там, не знаю, один, 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 там, аааа, 13. Девять. А, то есть пять лямов, девять, а обычные сколько, рандом? Лям. Ага, я понял. Ну да, это, наверное, я уже для следующей серии запишу. Еще одну ставку с мотоцикла. Мой, йой, 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 йой. Блядь, вот это тайминг такой, просто шестерку отжал и сразу сдох. Мне же интересно ставить стайканом или М8 на нем. Транспорт неподготовленный для чип-тюингов. А, блядь, значит, сори, чип на него не ставится, но он фатешится. Здорово, занят? Привет, нет, в принципе, не занят. Давай заедемся там под мостом. Давай. Так, 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 так. Что, видащик или? Да, 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 да. Так, мне интересно, что пиже, авентадор или мотоцикл? Авентадор 375 едет, мотоцикл едет 350, но... Меньше вес, мощность для такого веса прям дофига, мне вот интересно. Не возьмет, я вот скажу. Да? Ну, я попытаюсь. Вот если бы тайкан там М8, может и возьмет, а вот эту херню, ну, вряд ли. Что, на третий сигнал или как? Да, давай. Подожди, а здесь можно сигналить? На 200 тот обошел. Ну да. Ну, до 200, то нормально так он ебашит. А что-то помедленнее есть. Нет, это так, ах, на. Хочешь, давай свою точку, я на твоей могу. О, кстати, давай. Ну так-то он вообще не бомбочка. А, и круиз не доработает, я понял. Что, на третий, да? Да, давай. Пока. Бля, ну да, 210 и тачка уходит. Да, после 210 тачка обгоняет. Да, ну, он все равно, он 350 на нем ехал? Да. Ну вот, но так-то в любом случае он ебашит. Как и для ухода, так и для лута. Для слетов. Кстати, для слетов вообще, да, удобно. Да, есть такое, ладно. Спасибо за помощь. Да, нет, за что. Если что, нужно еще, пиши. Хорошо, давай, удачи. Давай, жду видосчик. Абрикосы, тебе привет. Я не знаю, выйдет эта вставка или нет, да тебе привет. Пайся, вруливайся, в шоке. А что по тормозам? Смотри, просто оп. Оп, врулился. Э, куда собрался? Домой, просто домой. А могу подрезать? Блядь, только что было 19 литров, уже 3. Охуеть. Блядь, я обсох. Да? Сука, нет. Нет. Пизда. Ой. Катись. Заправка в конце города. Охуенно. А канистры здесь нет. А как я толкать буду? Блядь, я его взорвал? Блядь. Так, второе место, куда мы приехали, это продавец масок и шлемов. Шлемов, не знаю. Кстати, интересно, шлем именно одевается, когда ты садишься на мотик, или он просто одевается, как бы, как головной убор. О, вот эти новые маски, я так понимаю, вот эти, хотя, может, они и были, я не знаю. Нет, вот эти точно были. Вот эти вроде тоже. Вот эти новые. Вот это тоже что-то новое. Маска петуха, понимаю. Да, мне кажется, вот это что-то новенькое. Окей, головные уборы, мотошлем. Сколько? 250к? Хера себе. Мне вот этот офигенно смотрится. И вот этот, в принципе. Это 290, эти по 130, этот 250, 150, 201, 200, 250. Они на что-то влияют? Ну, типа, можно одеться, как стик максимум. Это чел стоп гира, если кто не помнит. Ну, а что, пацаны, у меня, в принципе, на этом все. Вот такое вот новое обновление на осмотр рейдж. Как они не хотели добавлять мотики, думали, что это не будет пользоваться спросом, но, как вы видите, мотоциклов достаточно много на сервере. Жрут они, как мы выяснили, достаточно много, и уничтожить их достаточно легко. Пишите в комментариях, есть ли уже у вас какой-то мотоцикл, или вы купили его ради номеров. Будет очень интересно почитать. Также можете написать какие-то лайфхаки, фишки. Подписывайся на канал, там буквально 10 человек не хватает, чтобы было 4000. Всем спасибо за просмотр. Лайкос, комментос, это все самое лучшее, что вы можете сделать для меня. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.